Всем добрый вечер! Продолжаем прогулку по Приморскому бульвару города Судака. Солнце скрылось за горы. Море сегодня было теплое. Небольшая волна, потому что я сам мозг, да. Да, все-таки, что ни говорить, но вода здесь чистейшая. Чистая вода, даже около самого берега видно, что она чистая. Конечно, вечером здесь намного интереснее. Сейчас некоторые находятся на пляже. Кто-то домой уже пошел. Вчера вечером мы здесь с дочкой гуляли. Очень много людей было. Мы пришли где-то уже примерно половина одиннадцатого вечера. Различные сувениры продают. Ручки. Детские машинки. Россия мини-актюри. Уникальная выставка в масштабе 1 к 50. Петешествие по всей России в Судаке. Судак, набережная 43. Кафе в Турке на песке. Небольшой детский городочек. А может и не детский. Брусья стоят. Кафе в Турке на пляже. Кафе в Турке. Кафе в Турке. Кафе в Турке. Сейчас решил вперед туда пройти. Посмотреть крепость. Судакскую. Это санаторий Судак. Строго по пропускам. И санаторным книжкам. Мы были в Ольгинке. Можно было деньги заплатить. И пройти на территории пансионата. Здесь пройти нельзя. Только для отдыхающей санатория. Вообще здесь все очень красиво. Очень красиво. Даже не то что красиво. Здесь просто необычно. А вот это детский городок. В общем-то мы до Судака доехали. И что я удивился. Никаких серпантинов не было. Возможно дальше они есть. Дорога здесь прямая. Единственное. Мы ехали по верхней дороге. Туда вниз спускались. Чуть-чуть была зигзообразная дорога. А, красиво здесь. Водичка, кстати, теплая. Сегодня, наверное, можно и ночное купание совершить. Прийти ночью покупаться. Я любитель ночи прийти. Это, конечно, если не спится. Тем более, мы очень близко от моря находимся. Я же говорил, что за полторы минуты я дохожу. Даже если оттуда пройти и до конца бухты, это не так много времени занимает. Вот макет. Судакса крепость. Сегодня я там уже туда не попаду. Возможно, завтра мы туда сходим, конечно. Цена билета 150 рублей. Пенсионерам скидки 50%. Я точно не помню, за скольки там касса работает. Думаю, если я сейчас пока поднимусь к ней, то я уже могу, наверное, и опоздать в кассу. Дистро. Пицца съешь и угостит друга. Сувениры. Шарма 115, обычно 110, а фирма у меня 115. За рыбами, с сыром, королевская, двойная 165, королевская 195. Мороженое, ребята. Кашлык свинина 100 рублей. Костей 100 грамм. Люляк и баб 100 рублей. Курица 100, баранина 175. Картофель с салом 90. Плов 100 рублей. В Лазаревском 130 был. Лагман 130, манты 110. Манты всегда дорогие. Жаркую 160. Я уже говорил, не все здесь дорого. Еще одна спортивная площадка. Веточки пожухли. Их, кажется, весной в этом году посадили. Точно я не знаю. В начале лета я смотрел какой-то богер. Обзор Приморского бульвара делал. Видимо, они вроде бы как принялись. Все пожухли. Но вообще-то осень. Уже бабье лето. Например, у нас ставили бабье лето. Это перед Покровом. В октябре. В Москве в сентябре. Здесь я тоже думаю, что поздно бабье лето. Картины продаются. Автор портреты могут нарисовать. Цветные, черно-белые. А вот здесь тоже портрет на заказ. Вот так. Художественная роспись. Но это, наверное, уже не модно. Уже все расписались. Винерская крепость. Кафе Бригантина. Парсилинг. Дайвинг. Конные прогулки. Морская рыбалка. Билеты на банан. Захватывающие полеты под парашютом. Один час три тысячи рублей. Два часа пять тысяч рублей. Причуды богатых не поймешь. Люди приезжают сюда отдыхать. Тратить деньги. У меня что-то не прельщает, честно говоря, этот полет на парашюте. Не из-за того, что я высоты боюсь. Здесь я на высоте работаю. Вот это муниципальный пляж общего пользования. Тринадцатый. Там, где мы остановились, девятнадцатый. Кафе, столовая. Проблем с питанием здесь нет. О, зебра. Это гостиница «Бригантина». У меня ягодка. Аптека круглосуточная. Это правильно сделано. Мало ли что может случиться. Здесь у нас парк аттракционов. Сегодня у нас, кстати, в 10.00 вечера международный чемпионат по стриптизу. «Для любителей клубнички». Прокат гидроскутеров. Сегреев. Вот уже видна крепость. Полиция. Овчарочка то ли молодая, то ли неупитанная. Я бывший собаковод. Не восточноевропейская. Немецкая овчарка была. Потом бультерьер бойцовая у меня была. Один раз на выставке был. «Все на море смотрят». «Все на море смотрят». «Ой, и спасти!» «Все на море смотрят». В общем я считаю, что мы удачно приехали. Сегодня мы второй день, сегодня вообще тепло и вода, кстати, сегодня намного теплее, чем вчера была, может мне показалось, что вчера холодная была, косметика Крыма. Павильон одежды, крымские сладости, сувениры. В общем, конечно, вечером ездить прогуляться. Подышать морским воздухом. Естественно, чем ближе к морю, тем дороже номера. Чем дальше, тем дешевле. Но я считаю, что я очень дешево снял. И 25 минут до пляжа ходил. Ну чтоб, конечно, полторы минуты до пляжа я ходил. Это только было в солониках. Ну там я на кепинге стою. Ну может еще в аше. Хозяин хороший. Никаких проблем нет. Я всегда говорил, Успешный отдых на море на 90% зависит, какой хозяин. Молодец. Молодец. Я думал, фонарный столб. Молодец. Нет. 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 25 сентября синяя птица. Там где клён шумит. Ну это рыд розы. Субтитры сделал DimaTorzok